друзья привет сегодня 12 января смотрите какая красота ну как вам погодка наша сейчас я отойду подальше вам покажу как красиво причем я снимаю это тем же вечером последнего ролика вы там видели снег это все было днем а сейчас уже вечер и мне кажется сейчас по колено наметет снега я не знаю нам чего лопату доставать реально я в шоке но все равно красиво я конечно люблю снег люблю вот эту чистоту не грязь но ненадолго порадоваться чуть-чуть поиграться почувствовать зиму вот такая погода 31 вообще был бы кайф что это вот к чему сейчас это все типа старый новый год мы-то его и не празднуем так особо тем более мы елку разобрали так что такие дела кстати нам обещают отсыпать дорогу не знаю когда вот здесь я смотрите мне валера уже каркас сделал для того чтобы туда я буду насыпать землю весной и буду здесь сажать какие-нибудь растюшки прям совсем чуть-чуть маленький закуточек мне она чтобы у меня была вот такая вот около дома территория тоже красиво соседи наших нет еще они приедут только наверно концу этого года у них там сейчас ремонт грандиозный в общем мы тут как эти одни никого не видно никого не слышно и поле кстати я жду веронику вот она должна и школы сейчас прийти вышла думаю погуляю подышу из одной и встречу вот и хочу вас каждого поблагодарить за то что пишите комментарии вообще за вашу обратную связь это кстати очень ценно для блогера на самом деле получать от вас вот такую вот обратную связь ну конечно же лайк когда вы ставите это тоже очень приятно мотивирует мотивирует брать камеру и начинать снимать с вами делиться чем-то интересным новеньким так что всем вам спасибо огромное в общем утро началось весело газовщикам не работалось когда тепло ну пусть в мороз работают переносит вот те столбы чуть-чуть ближе туда к забору потому что они нам вынесли вообще их на 40 сантиметров нас конечно не устраивает мороз где-то минус 5 и снежище гляньте сколько нападал завтра уже плюс 2 в общем они стал бы эти перенесли которые нужно было перенести вот эти туда поближе и поставили их рядом с кирпичными столбиками ну то чтобы это хотя бы смотрелось нормально то ворочают они абы как такие вот дела такая ситуация с котельной такая пришел этот работничек в общем у него нет ни трубы поставить вот этот какой-то сигнализатор оповещателя вот такой то есть у него ничего нет он пришел я не знаю куда он пришел зачем он пришел с прорабом они там договаривались в итоге он пришел без материала и вот они только на улице сделали эти трубы и уехали ну хочется им кататься каждый день пусть катаются не знаю потому что здесь еще шланг устанавливать трубу эту подводить вот там короче вот такие вот дела у нас в котельной дел делающего куча а никто ничего не делает вот такие ска прошла как она любит эту воду залезать там у нас этот шланг дренажный стоит от водонагреватель она постоянно залезает водичку попить с тарелки не пьется дадим что то все тарелки вот не пьешь странно это какой-то созданец и очень странная какая погода сегодня шикарная это ненадолго все растает скоро сегодня решил приготовить ножки с картошкой просто в рукаве и все будет быстрый легкий такой ужин с соевым соусом с лимонным соком со специями пойду сейчас относить запекаться какая сочная курочка получилась картошечка смотрите все аж прям тает во рту столько жидкости вот прям все супер-пупер и сейчас садимся мы ужинать курочка ножички все очень аппетитная так тут валяется у меня тут под ногами а что такое дион привет мяу 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Девчонки, я решила сегодня сделать салат с крабовыми палочками. В итоге я все уже нарезала и поняла то, что у меня нет майонеза. Ну и естественно сейчас буду делать домашний майонез сама. Вообще я его как-то давно уже готовила, но потом у меня погружной блендер сломался. И в итоге я перестала его готовить. А вообще, конечно, домашний майонез лучше всего. Вот, нам понадобится такой вот погружной блендер. Это растительное масло без запаха, соль, сахар, лимонный сок, горчица, 1 чайная ложка, 3 желтка. Все должно быть комнатной температуры. В общем, что мы сейчас делаем? Берем вот такой вот высокий стакан. Это у меня в наборе шел от погружного блендера. И будем все в него помещать. Так, в общем, мы в стакан с вами помещаем аккуратно желтки. Это нужно сделать, кстати, аккуратно, чтобы пленочки не повредились. В общем, сюда же мы выливаем масло аккуратненько. Сразу я добавляю соль и сахар. Сюда же добавляем горчицу. Так, и вливаем лимонный сок. У меня 2 столовые ложки. Берем погружной наш блендер, опускаем его вот так вот до конца вниз. И самую мощную такую скорость ставим. И начинаем взбивать до однородной эмульсии. Девочки, смотрите, какой великолепный получился домашний майонез. Очень такой с выраженным, великолепным, нежным вкусом. Ну, как бы с магазином явно не сравнится. Очень вкусный, такой жирненький, прям вообще супер. Хранится такой майонез в закрытой таре. Ну, либо можно вот в такую посуду, да, затянуть пищевой пленкой. И хранить в холодильнике не более трех суток. Поэтому слишком много его, конечно, готовить не нужно впрок. Лучше приготовить вот так вот свеженький. Так что у меня вот такой вот домашний майонез для салатика. Ой, девчонки, какой салат вкусный получился с домашним майонезом. Реально, очень вкусно. Мне, кстати, надо мне как-то практиковать вот такое приготовление. И добавлять в салат именно домашний. Потому что это очень... Мне больше нравится, вкуснее, чем с магазином. Честно, очень вкусно. Обязательно попробуйте приготовить. Так, друзья, у нас, в общем, сегодня 16 число уже. И завтра планируем начинать штробить канализацию. Потому что, я вам, по-моему, уже рассказывала, да, то, что нужно уштробить канализацию обязательно. Уже по месту мы тут все вымеряли, где какой шкафчик встанет. То, что мойка будет немножко смещаться сюда. Потому что, ну, как бы окно открывать. И вообще здесь вот рабочая такая у меня зона, она будет прям большая. Вот получается прям вот отсюда. Вот так вот углом, углом. И как раз вот этот вот треугольник мой, так скажем, угол, да, рабочий. Где все-все я буду готовить, а здесь там жарить, ну, в общем, варить, парить и так далее. Вот. И сейчас задача моя, конечно же, все это выносить отсюда. Потому что будем завешивать проемы. Проемы будем завешивать дверные. Проем вот этот. И проем вот этот в котельную. У меня спрашивали, где у нас холодильник. Как можете наблюдать, у нас холодильник большой. И мы его решили поставить вот в эту маленькую котельную комнату. Ну, вы знаете, я уже привыкла, в принципе. Да, конечно, в каких-то вот моментах не очень удобно там что-то взять. Нужно сюда вот возвращаться идти. Но у меня там корзиночка такая, знаете, как контейнер в холодильнике. Я туда все накладываю, то, что мне нужно. И несу этот контейнер на кухню. То есть все приготовила и обратно унесла. В принципе, я не скажу, что прям в день там мы часто лазим в этот холодильник. Поэтому я не стала убивать просто почти целый метр вот этой ширины в итак, да, там в небольшой кухне. Поэтому предпочла, чтобы у меня больше было рабочей поверхности, нежели, ну, загромоздить там вот этот холодильник, допустим. Представьте, стоял бы сразу вот так вот, да, так вот от стены большой. И дальше бы пошло-пошло-пошло. Места мне как бы мало. Вот, поэтому так. И будем завешивать вот этот проем пленками, там, я не знаю, скотчем заклеивать, в общем, чтобы эта пыль не проникала. Она, конечно, будет проникать, но не так сильно. А этот вот прям проем однозначно. Потому что, когда устанавливали дверь, у меня просто все было в пыли. И вообще весь первый этаж. Потому что он там резал, Валера, у меня кирпич отрезанной машинкой, представляете, сквозь пленку все это, я не знаю, просочилось. Все вот сюда столбом-столбом. У меня даже посуда была здесь вся в пыли, представляете. А потом вот эту вот всю мелочевку, все-все я вытирала. Вот, поэтому так. Короче, задача наша такова, что нужно все проштробить. Нужно перепаять воду, поставить там какие-то короны. Ну, на случай перекрывания, потому что мы пока это все временно сделали. И наша задача закрепить полностью нижний ряд шкафов. Нижний ряд шкафов закрепить. И, наверное, будем уже как-то устанавливать уже все по месту, как это оно должно быть. Вот такие вот дела.